всем привет кто присоединяется кто будет смотреть записи у нас сегодня прямой эфир со светочкой мы уже проводили один раз прямой эфир у нас сегодня тема депривация сна пытаюсь подключить получается секунду камеру поставлю второй телефон ставлю ой светочка привет я очень рада тебе сейчас сразу же как раз посмотрю вопросов нам тут мы задавали много да и много но и да у меня тоже тут немножко написано тема у нас сегодня депривация сна вообще зачем это для чего это кому это можно кому нельзя какие вообще последствия могут быть вот света у нас в этом профи будет сегодня с вами делиться также можете задавать вопросы в комментариях профи конечно сказать это громко сказано только я бывает что я сплю сон конечно же уменьшился вот я не знаю как маша у тебя совсем нет сна либо тоже уменьшился но у меня вот пока так нет как камера мутная у меня вот сейчас получается четвертые сутки я вообще вообще не сплю ни минуты вот так вы сон есть очень редко вот такой прям вот если я на чистых не ем не пью то он такой по 15 минут может быть от скуки даже больше по 30 минут вот когда вот тут кушала у меня и длительный сон такой был два часа то есть по-разному тоже бывает ну вот у меня максимально максимально вот было без подсыпания у меня пока только 10 дней больше нет но самое что главное прям вообще не поднимать ни сидя ни лежа не стоя да да вот такой вот сон был только максимум 10 дней без вообще без подсыпания без 15 минут как ты себя в плане энергии активности ну вот в обычном ты же у тебя дети в обычном вот этом жизненном ритме как ощущалось ну ощущалось такое ощущение наверное как в другой реальности все равно становишься иным в этом смысле сейчас я немножко камеру протру я плечу даже один-два дня один-два дня без подсыпаний уже вообще меняется мир вокруг тебя другая реальность становится да потому что ты же начинаешь ощущать пространство по-иному ты же начинаешь ощущать вот это вот пространство ты понимаешь что она плотная если ты на идее на воде ты не можешь этого у тебя этого нет у тебя как такое оно все единое все все мягкое все расплывшиеся все вот воздух он и есть воздух вроде как что на него положить а когда ты в этих состояниях тем более в состоянии не спания то ты уже начинаешь ощущать ты уже можешь ты можешь чувствовать телом вибрации то есть это идет уже не не слухом ты не не ухом чувствуешь а именно принимаешь вибрационные волны своим телом и это другие ощущения когда мы можем так делать то мы можем это делать тут спрашивают 4 часа это считается депривацией сна если 4 часа спишь нет это уменьшение это тоже это уменьшение вашего сна да я просто вообще сама по себе всю жизнь вот спала примерно 4 часа всегда то есть у меня никогда не было такого 8-10 там часов вот вот у меня даже ребенок когда родился маленький которому вот сейчас 5 лет он спал по 2-3 часа в сутки с самого рождения вот а все врачи думали что это плохо что это ужасно нас постоянно лечили в неврологии лежали вот эти снотворные пичкали а я такая как послушная мать все да это же плохо ребенок должен спать и есть он не ел и не спал он вообще не мог ни грудное молоко воспринимать ни смесь его просто он чуть-чуть поест и вот тут же фонтаном просто выбрасывало он отказывался есть мы представляешь шприцами в него вливали вот в больнице заставляли прям шприцами и как вот ребенок просто помрет он ни в какую при этом он был очень активный он не спал он у меня пополз уже в 4 месяца он уже и ползал и сидел вот рано пошел тоже с 9 месяцев уже начал ходить вот и то есть при всем при этом он вообще практически не ел у нас рефлюкс типа сильный нам ставили постоянному тоже препараты всякие давали потому что что он не съест его фонтаном до сих пор если будешь ложкой в него ну там бабушки там или кто-то вот в него пихает ложку давай надо съесть сил не будет и все его тут же все это выворачивая поэтому к нему вообще лучше здесь насколько вот умный организм с самого рождения вот так настроен и на сон и вот на еду ну вообще дети наверное все таки не было не было это зависит многие многие параметры зависит конечно от того как мама что она кушала на когда она была беременна то есть я могу сравнить потому что у меня вторая беременность полностью весь первый триместр когда идет формирование формирование органов ребенка у меня полностью весь третий первые триместр я была без еды и без воды на полной автономии это конечно ребенок отличается ребенок у меня родился амбидекстр это когда и правая и левая полушария одинаково задействованы то есть он мог сейчас вы уже конечно немножко переучили и в садиках постарались в школе вот а так у меня даже есть видеоролики где он и и правой рукой рисует и левой и одновременно он мог рисовать то есть дома нарисовал двумя руками сразу про писать рисовать двумя руками я с детства когда тоже ходила в садик в школе там в начальных классах я тоже рисовала двумя руками но могла и левой и правой ну там могла что рисовать писать и вот нас тоже прям насильно отучали что нельзя ты вот должен быть только правша и все вот и в оконцовке я сейчас левой ничего не делаю конечно все уже переучилась ну да тоже изначально была амбидекстр у меня не было без разницы еще даже в первом классе не было без разницы какой рукой писать но опять же я могу себя вспомнить видимо за счет того что я постоянно болела блатки болезненным ребенком и я вот как сколько себя не помню постоянно была без еды меня очень сложно было заставить есть меня очень переживала бабушка она меня что ж это такое у нее коленки треугольные она там ее скоро ветром будет сдувать от нее волосы и глаза и да она очень переживала она вплоть до того что я когда играла она ко мне подходила подсовывала там например кень жареные пельмешки я незаметно за счет когда играю начинала кушать вот это вот было но я в детстве себя помню что я у меня спокойно было в больнице меня в больницах я лежала там часто очень в больницах я постоянно не ела я могла по 9 дней по 7 по 9 дней находиться без еды без воды то есть там никто не контролировал но лежит ребенок и лежит как разница вот такое да у меня постоянно было вот как-то с детства оно пошло и видимо все таки это переросло в хроническую форму вот это очень круто вот знаешь когда дети сами выбирают и родители не лезут не вмешиваются вот в это вот дают ребенку уже осознанным быть с самого рождения с детства когда он сам знает надо ему кушать не надо надо ему спать не надо у нас это вот режим сон час ночью все там в 11 отбой заставляем детей не можешь уснуть лежи там просто в потолок смотри то есть ругаем за это да детей вот на самом деле вот этим самым мы уже ограничиваем их и даем вот эти вот закладываем в них неправильные установки не установки а как сказать программы да программы шаблоны да постоянно их наталкиваем на то что на оценивание то есть у нас всегда идет оценочный вариант и мы навязываем его неосознанно детям это хорошо вот это плохо мы никогда не говорим детям что это просто факт я сама только недавно начала с детьми общаться и немножко по-иному то есть мы же все время как-то модифицируя себя начинает то же самое превозносить же свою жизнь и также если раньше там ребенок приносил там тройку двойку двойки конечно у них крайне редко но вот тройки бывало я всегда как-то так тройку принес а сейчас говорю ну хорошо что тройку принес значит мы знаем по какому предмету нам чтобы нужно поработать и как-то вот все вот так вот спокойно у нас проходит и если это не оценивать что это плохо стройка это плохо или там пятерка это хорошо а просто это факт это результат твоих знаний которые нужно либо подтянуть либо оставлять на этом же уровне на высоком тогда жизнь немного по-другому меняется мы с тобой опять отошли темы как обычно языками зацепимся и да расскажи пожалуйста вообще для чего вот это вот депривация сна да много вопросов непониманий таких для чего кому она нужна зачем ну вот такие вот базовые вопросы что это вообще такое с чем это принимать до депривация сна то есть мне изначально когда говорили что вы там вот существует такая депривация есть депривация я не понимала я не могла найти нигде литературу вообще чтобы посмотреть а что такое депривация а как она с чем ее едят для чего нужно вылазить из теплой постельки когда ты там лежишь внежишься а когда ты не ешь и не пьешь это уже какое-то какая-то твоя аскеза которая ведет тебя каким-то результатом а тут еще убрать сон который настолько приятен и когда я начала узнавать что такое депривация но максимум что я услышала это когда ты меняешь погоду вот что там война депривации начинаю менять погоду и меня это как-то вообще не вдохновило потому что я уже была в таком принятии но зачем ее менять она же прекрасно она прекрасна в любом проявлении из когда жарко ты можешь пойти покупаться когда холодно там ты можешь там заняться такими делами когда дождливо ты можешь с детьми посидеть посмотреть какой-нибудь фильм в кругу семьи в каждой погоде я всегда находила какие-то свои плюшки свои бонусы а тут как бы депривация депривации что такое не понимала пока меня меня жизнь не вытолкнула в депривацию то есть у меня получилась такая жизненная ситуация когда мне пришлось не спать и пять дней и вот на пятый день то есть я уже на первый день с первого на второй день я была такая вот размазанная вся да как многие чувствуют вот эти состояния почему они не хотят идти в депривацию потому что вот состояние когда тебе вроде ничего не охота и у некоторых даже бывает у меня такое было что как будто с похмелья то есть вот это вот состояние какое-то никакое на второй день у тебя включается такой живчик тебе просыпается ты думаешь нифига себе второй день не сплю и тут такая бодрость на третий день ты начинаешь чувствовать вот это пространство ты начинаешь чувствовать звуки уже не ушами а воспринимать эти волны телом и когда ты еще не осознаешь что это такое это очень необычное состояние и такое ощущение что смона переключается все на стерео и ты вот эти вот звуки ты не просто звуки слышишь а слышишь вот эти вот подзвуки никогда не слышала что может звучать например так шелест листвы никогда не слышала что может так журчать вода что она может быть вот это журчание быть настолько прекрасным настолько приятным оно все иное происходит и ты начинаешь слушать ты начинаешь заслушиваться теми звуками которые происходят а когда на пятый день с тобой случаются чудеса в общепринятом смысле да то есть видишь тех вещей которые никогда бы не мог увидеть потому что находишься в другом месте вот и когда это происходит тогда у тебя уже идет такое переосмысление сознания что именно вот наверное вот за этими чудесами ты идешь на эту депривацию что когда мы находимся без еды без воды мы прорабатываем себя мы прорабатываем свой аватар у нас идет работа внутренняя над собой над своими органами на восстановление своих органов на восстановление своего тела, своей кожи, своих волос, своих зубов. То есть полное восстановление идёт. А когда ты на депривации, то ты уже из тела выходишь, ты уже начинаешь познавать мир, который вне тела. И это иные, это другие ощущения. И они клёвые. Классно. А скажи, с едой возможно это делать? Тоже вопрос тут такой был. С едой можно депривировать сон? С едой у меня ни разу не получалось. То есть с едой получается механическая депривация. Ты не попадаешь в эти состояния. Ты тяжёлый. Ты себя воспринимаешь по-другому. Как ты можешь окружающий мир воспринять по-иному? Тебя как бы приплющивает. То есть я никогда не могла... Я могла депривировать сонной еде. Я пробовала. У меня доходило до 4 дней, но это был механическая депривация. То есть я не спала и была такая, ну на какой-то день, на второй, на третий такая механическая бодрость. Но в эти состояния, когда ты начинаешь мир чувствовать снаружи, как с изнанки, на него смотреть, у тебя этого состояния нет. Ты в него войти не можешь. Ну я не могла. Может быть кто-то может. У меня не получалось. Тоже вбивала в интернете, там всякие марафоны проводят на депривации, ну по депривации сна, что как бы есть такое и на еде. Ну в основном как бы стараются это делать либо веганство, либо сыроедение. Тоже там на девчонок каких-то наткнулась. Вот. Ну то есть такая практика есть. У тебя хотела узнать, как вообще разница с едой и без еды. Но без еды в любом случае тебе легче это делать, потому что ты входишь в такое естественное состояние, у тебя чисто внутри и тебе проще даже это делать. И организм не затрачивает энергию для переваривания еды. Вот. Да. Ну тут еще есть такой важный пунктик, наверное. Не у всех отлетает сон сразу же. Бывают такие дни, когда тебе не хочется спать, а бывает такое, что вот мне ребята даже пишут, даже бывает, что выходят на марафон по депривации со мной, а потом говорят, Свет, не могу, рубит. И мы переносим их на следующий марафон. Я говорю, давай ты вот так-то так-то сделаешь и на следующий марафон зайдешь. Бывает, что идет внутренняя перестройка организма и он тебя просто умоляет, говорит, дай мне передышку, я там подправлю, что-то там он хочет подправить, выправить. Мне нужна вот эта вот, никуда мы с тобой не пойдем, ни в какие ощущения, давай я там закончу. И нужно очень хорошо чувствовать свое тело, если тебя действительно рубит, прям вот бывает такой сон, не просто, что ты просто захотел поспать, а чувствуешь, что прям на ходу засыпаешь. Надо к своему организму прислушаться и надо ему дать поспать именно столько, сколько он захочет. Угу. Но тоже же во сне очистки происходят определенные, когда, допустим, организм еще не до конца очистился, да, а сделать это вообще очень сложно годами просто, он вычищает весь этот год и, естественно, он требует сна какие-то… Ну, вот видишь, тебе все равно проще было, у тебя не до такой степени засорен организм. В каком смысле? Ты же спортсменка, у тебя все равно лимфатическая система работала, ну, как бы она в постоянном процессе была, в постоянной прочистке была. И тебе с этой стороны было проще зайти, то есть у тебя организм был более или менее подготовлен к каким-то аскезам, каким-то вот этим вот движением внутренним. А есть люди, ну, например, вот такие вот, как я. Я спортом занималась, но на какой-то период я не могла заниматься спортом, то есть я была в таком состоянии, что я уже… Я дома в кровати сидела, мне было сложно дойти до туалета. Конечно, когда у меня начались эти перестройки все, то у меня прям чистки и чистки запускались сами собой, то есть я не чистилась, я не убивалась по клизмам, я не делала там прочистки всяких печени, почек, там еще что-то. Вот этого у меня не было, у меня как-то самостоятельно, постепенно он вычищался, но у меня был этот такой длительный процесс и достаточно болезненный. Вот поэтому ориентироваться на кого-то здесь, наверное, крайне сложно. Потому что так, как ты вышла быстро, но это не все могут, это действительно как бы есть такие люди, которые вот, да, вот я пошел и я иду. А есть такие, как я, которые идут к этому постепенно, ну и в результате, наверное, доходят. посмотрим, года через два уже, наверное, могу сказать, потому что мне кажется, вот у меня стоит эта вот цифра два года, она мне уже давно встала. То есть я раньше думала, что полгода и я почищусь, через полгода я уже буду достаточно чистая и у меня уже пойдут иные процессы в организме. То есть я понимаю, что после чистки очень сильно начинает отваливаться дыхание. Да. Оно становится таким поверхностным. И ты иногда замечаешь, если ты в каких-то процессах таких, которые тебя завораживают, ты себя ловишь на мысли, что у тебя дыхание останавливается. Я, знаешь, я в первый раз вообще испугалась. Я просто лежу и как-то вот, знаешь, ну, просто залипаю, короче, без таких каких-то мыслей, вот просто втыкаю, у меня мелкая спала. И в какой-то момент я вот так себя ловлю на том, что у меня дыхания нет. И когда это было первый раз, это было так странно, я понимаю, что я не дышу, то есть у меня не двигается, да, то есть вообще дыхания нету. И как будто бы сердце не бьется. Я прям так испугалась, что сердце, как сердце, я прям схватилась, знаешь, сразу же ум, он так испугался, и он, и вот это состояние обычное, ну, вернулось, и все, и как бы сердце забилось, и дыхание появилось. Я такая, ну, в шоке просто начала читать тоже за это, что такое происходит. И когда это у меня уже повторно происходило, я от этого как бы даже кайф ловила такого, как круто, и вот просто уже не сбивала себя вот этими вот вздрагиваниями и наблюдала за этим, что... Ну, и, в принципе, во время спорта и в обычной жизни дыхание уже, ну, совсем другое становится. А вот моментами бывает, что ты прям ощущаешь, что ты не дышишь вообще, то есть нету вообще дыхания. Вот это тоже заметила. Да. И вот я как раз и думала, что после шести месяцев ты такой весь чистый и начинается уже работа твоего тела именно с дыханием. А через полгода я поняла, что чистка, она только, наверное, начинается. И как мое ощущение, что, наверное, чистится организм будет вот... Мой организм будет где-то, наверное, года два, потому что, ну, сейчас... Завтра... Ой, послезавтра у меня уже, получается, восемь месяцев будет. Вот. Это мне напомнила вчера Римочка. Спасибо ей огромное. Вот. И я понимаю, что чистки организма, они все равно еще идут. Вот. У меня тут недавно, позавчера я сидела с девочкой на марафон, как раз у нас был предпоследний день. Я сидела, прям отшелушивала кожу на лбу. У меня опять начала кожа съезжать, слезать. Я вот ее отшелушиваю, и под ней такая розовая-розовая, вообще без спор кожа. Это уже второй... Это уже третий раз у меня вот кожа так сходит. Ничего себе. Класс. Да. И вот такие вот мелкие моменты, они все равно есть. То есть ногти... Ногти вот у меня только недавно, я не знаю, они вот в таком состоянии стали. Тоже они у меня, наверное, раз второй или третий практически полностью. Но они у меня не сходили, но они у меня ломались прямо под корень, они вроде бы растут, и залом ногтя. То есть у меня такого никогда не было. Тоже это все сходило, и вот оно... Я просто старалась на это не обращать внимания, все нормально было. И вот мне кажется, что как раз года через два у меня начнется вот это... Включится, наверное, дыхание через кожу. Это то, что у нас, в принципе, заложено нашей физиологией. Потому что вспомните... Даже не вспомните, а подумайте, как наши детки были в животике, да? Да. Они не дышали легкими. Да. Они дышали кожей, они дышали через пуповину. Животом, живой. Почему у нас с вами неправильное дыхание идет? Это... Вообще, я думаю, что легкие, это, наверное, какой-то запасной вариант, на который мы почему-то сразу же переключились. Да. Тоже постоянно вот эти вопросы, для чего тогда вот легкие, для чего вообще вся пищеварительная система. Но на самом деле вот мы даже, еще начиная в животе, да, когда развиваемся, какие-то... Что-то мы глотаем вот эти вот в воду, да. Какая-то там шкурка слазит с младенца, он ее... Ну, она плавает, там, хоп, проглотил. Для этого все и надо, чтобы это выводить. А как еще? Так же плаваешь, да, где-то хлебнул что-то. Да, да, да. Какой-то мар какой-то в рот залетел, муха там. Еще что-то как бы, ну, даже элементарно вот воздух, да, ну, грязный воздух, ты им дышишь, и уже организм запускает какие-то очищающие процессы и слизь какая-то там, знаешь, где-то лег сглотнул. Тоже это куда-то же должно все уходить. Вот. Поэтому на самом деле вот интересно все это. Да. И когда спрашивают, что вот, а как вот вы не кушаете, у вас же там все схожится, съежится. У нас не останавливаются никакие процессы. У нас работает пищеварительный тракт. У нас же есть слюна, которая постоянно нас прочищает, которая постоянно нас вычищает. И у нас все органы, они точно так же работают, только работают они как бы на лайте. Они не нагружаются, они не стираются. То есть что такое старение? Это стирание. Вот. И этого процесса изначально, если вы поднимете литературу, вот, ну, сейчас ее все сложнее и сложнее, найти, потому что ее из интернета почему-то убирают. Но когда я начала вот этим вот всем заниматься, когда мне стало интересно, что такое старение, я начинала еще сфероедение, когда 8 лет назад. И я очень углубилась в эту литературу, как у нас было раньше, откуда пошло это питание. И старение как такового раньше не было, вот этого стирания. И были указы, даже они в интернете раньше гуляли, сейчас их тоже я вот найти не могу. Указы Петра I, где он вывел указ, что люди старше 300 лет, их нужно как-то там было написано бить, что бить, ну, то есть убивать. Не в прямом смысле прям застрелить, а то есть их нужно избивать, чтобы они как бы уже уходили на другой свет. То есть это 300 лет, когда они принудительно стариков как бы убирали. Но старики там были как бы иные, там же не было такого старчества, как у нас немощности. Даже описывается в нескольких писаниях, что собирались всей семьей за круглый столом. Вот старейшина говорила, что ну все, как бы я пошел там в мир иной там куда-то. И они его провожали, и он уходил своими ногами. То есть не было вот это вот, что вот у нас побиение. Вот, да, побиение у Петра I как раз было для людей старше 300 лет. У нас органы, они не рассчитаны. У нас же есть клетка. Клетка, которая постоянно делится, которая постоянно регенерирует. То есть нет такой клетки. Ни один ученый не скажет, сколько может жить клетка. То есть клетка, она постоянно делится. Она постоянно, у нее идет регенерация. В нашем теле постоянно идет регенерация. Это безусловно. И поэтому у нас идет постоянное обновление нашего организма. И мы его можем приостановить, либо сделать ему, поставить какие-нибудь такие заборчики, колышки, чтобы ему было сложнее утяжелить это нашей едой и нашим образом жизни сидячим. Но если мы перейдем на облегченное питание... Ну, сейчас даже никто не говорит на неедение, да? Но если вы себе сделаете облегченное питание и возьмете за основу какую-то физическую активность, то вы сами почувствуете, как вы будете меняться, как ваш организм будет меняться, как ваша жизнь будет меняться. Все запустится абсолютно по-другому. И взрослому человеку уже научно доказано, ему не обязательно есть каждый день. Ему можно есть через день какую-то легкую пищу, если он не хочет совсем отказываться от еды. Это уже научный факт, и причем очень много медицинских исследований, которые... Зарубежные исследования. Не наши, к сожалению, зарубежные исследования. Там очень много исследований, где изучают людей, которые живут без еды и без воды. Таких людей очень много. Их действительно уже изучают. Есть официальные анализы. Это есть и в Ютубе, и в Гугле. Можете загуглить. То есть это уже открытая информация. Это уже наша жизнь. Тоже такие вопросы его. Если бы это все было правда, жизнь без еды, без сна, без воды, это было бы уже давно всем известно. Это бы и по телеку, и интервью бы брали. Ну, не понимая того, что системе это просто невыгодно. Ну, кто это будет? Если люди начнут об этом узнавать, то как это самый прибыльный заработок на этом? Там еда, врачи, вообще все это, агрегат весь, который нужен, да, когда человек кушает. Вот это там столько всего надо. Химии в себя и вовнутрь, и снаружи, чтобы это все смывать, и запахи. Это просто крах будет всей системе. Конечно. Экономика этого не выдержит. Мы вообще невыгодные люди. Нас просто тогда начнут отстреливать. Потому что не так. Человек, если у него есть мало денежек, вот прям совсем мало, вот он ходит, ходит на нелюбимую работу, убивает свое тело, свои какие-то эмоциональные ресурсы. И что, куда он эти деньги в первую очередь несет? Он несет их в продуктовый магазин. А хорошо, если из продуктового магазина по пути будет аптека, чтобы остальное в аптеке потратить. Да. И если этого не будет как бы, и что будет с продуктовыми магазинами? Да. Люди перестанут есть или мало есть, перестанут болеть. Перестанут болеть, перестанут в аптеке ходить, в больницы платные. Конечно, это... Еще знаешь такой вопрос? Ага. По поводу срывов, вот когда она, ну там тоже мне задавали вопрос, по поводу, если вот чистые, еще и без сна, и потом происходит срыв, жесткий прям, зажор такой на еду. Как вот справляться? Или было у тебя такое, как ты с этим справлялась? Или у тебя более как-то... У меня же было несколько заходов. Я заходила на жить без еды на два месяца, на три месяца, на четыре месяца, потом снова на два месяца, потом вот сейчас на восемь. Это, конечно, психика, потому что это не тело просит, это наша непроработанная психика. И это ваш не откат, это ваш шаг вперед, только это нужно осознать. И вот в этот момент, когда вы начинаете есть, нужно вам словить себя на этом состоянии, когда у вас начинается вот этот процесс едения опять. Какую эмоцию вы хотите вытащить из этой еды? Какую эмоцию вы хотите в себе заглушить? То есть что такое еда? Это единственное, что с нами всегда, во все времена. Как бы нам не было плохо, как бы нам не было хорошо, от нас отворачиваются люди, мы себя начинаем ругать, но нас никогда не поругает еда. И вот в те моменты, когда нам становится очень тяжело, даже на сухих днях, то есть есть такие моменты, вот они переломные, и не всегда легко идти самостоятельно. Тем более не всегда есть люди, которые тебя поддерживают. А чаще всего бывают такие люди, которые только и ждут, что ты обратно туда вернешься. Но они ждут не потому, что они хотят тебе плохо, а потому что они не понимают этот образ жизни, до них еще это не доходит. И вот они переживают, за своими переживаниями пытаются постоянно подсунуть какой-нибудь кусочек. Тебя начинают выбрасывать на еду это голова, это непроработанная голова. Но я сейчас не буду озвучивать эти аспекты, чтобы каждый не начал примерять это на себя. Вдруг это ему не подойдет, а он начнет уже во вред себе что-то делать. Вот. Поэтому, да, это все прорабатывается, это действительно все уходит. И самое главное, чтобы себя не ругать, самое главное, чтобы не думать о том, что это ваш откат, что это ваш шаг назад. Обязательно себя хвалить за то, что ваше тело подсказало вам вытащить эту эмоцию, подсказало вам разобраться с этой ситуацией. Там же, ну еще смотри, вот чем ты дальше идешь, да, чем вот ты больше наращиваешь эти дни, тем более, когда ты только в это пошел, там же идет прям такая распаковка, да, ты понимаешь вообще, кто есть, кто люди, которые вокруг тебя. И психика не выдерживает, вот просто не всегда, ну, у многих, вот в основном там 5-7 дней вот общаешься с людьми, да, вот на этом начальном прям моменте 5-7 дней психика вот не выдерживает, там столько всего открывается, что человек просто идет в еду, чтобы остановиться и, ну, не идти в это дальше, не открывать эту дверь, которая там столько лет была закрыта, не знаю, что там вообще, и страшно туда идти. Вот. Это очень, очень тяжело встретиться с самим собой. Мы себя поэтому занимаем делами, то есть мы все время в каком-то, мы все время бегаем, как белка в колесе, у нас тут дела, там дела, там дела, и мы себя в этом, вот в этом вот вечной беготне, мы себя чувствуем комфортно, мы чувствуем себя, что как бы, что мы даем себе исполненность, да, исполненность становится, когда ты все время делаешь, вроде ты здесь значим, и все как бы движение. Да, да, искусственная значимость, искусственная нужность, все вот это вот искусственное, но ты именно поэтому и выдыхаешься, потому что нельзя прийти к истинности через ложь. И вот у тебя вот этот процесс, когда ты перестаешь кушать, ты же останавливаешься, ты начинаешь тогда потихонечку смотреть на себя, на себя истинного, а с собой познакомиться это очень тяжело, это действительно нужно иметь мужество, и не каждый готов себя увидеть за один раз. Поэтому все время ты как бы с собой что-то о себе узнал, ты должен это еще и осознать и принять, что это действительно ты, а потом уже идти дальше, и это действительно есть такое. Организм на самом деле очень умный, он будет тебя откатывать вот назад, да, как говорится, вот эти откаты, пока, ну, чтобы ты просто не сошел с ума, да, потому что иначе может психика не выдержать, ты будешь, не то что ты, блин, да почему я не могу зайти, они вот заходят, хоп так вроде налегке, потом вот этот катик случился и не могут зайти, не могут, вот у меня у самой так, я длительная была, я так легко зашла на это, вообще даже не планируя, что я вообще откажусь от еды, от воды, от сна там, да, и меня откатило назад, и все, я как бы захожу на 2-3 дня, опять, опять там, уже просто, раньше получалось там сесть с собой там, да, ну, я всегда осознанно подхожу, то есть если я хочу что-то поесть, я спрашиваю, какую эмоцию я хочу заесть, что там, да, я, почему я не хочу идти в какую-то, вот в эту проблему, да, решить ее, вот почему я сажусь там, и еда обычно всегда отваливалась, а тут 2-3 дня я не ем, не пью, у меня все так легко, хорошо, глазом не успеешь моргнуть, как ты сидишь просто с каким-то яблоком уже такое, уже его просто ешь, и такой думаешь, и глотать тебе, или не глотать это яблоко, ну, в общем, это так все как-то происходит, и понимаешь, что вот просто что-то тебе не дает, что-то туда дальше идти, вот, ты вроде уже не зависишь от еды, ты день-два-три спокойно там не ешь, ну, вот что-то вот такое стопорит, что ты, хоп, идешь, и тебе вроде организм, и реакция такая острая на еду идет, потому что такое длительное время я была без еды, вот, и все равно ты уже такой, хоп, и не можешь зайти, и также вот мне пишут, что заходили на 5-7 дней, и все, не могут зайти повторно. Почему так? От чего вот это? Вот это именно проработка психики, поэтому я ребятам очень часто говорю, что, ребят, если есть возможность, найдите себе того проводника, кто вам резонирует, кто пойдет с вами, кто будет подсказывать вам. Угу. Поэтому сейчас вот я провожу вот эти марафоны, но со следующего месяца я их урезаю, то есть я буду мало их проводить, потому что я не успеваю, очень много, очень много личных сейчас сопровождений у меня идет, поэтому вот как-то нет времени, но это в этом, это прекрасно, если кто-то тебя может провести. Может быть, мой вот этот путь, он не был таким длительным, то есть у меня идет вот этот мой путь, он идет 8 лет, и 3 года в плотных практиках, 2 месяца, 4, 3, то есть вот эти вот практики, которые постоянно там то выхожу, то схожу, то выходила, то сходила. Если бы у меня был человек, с которым бы я могла идти, который бы мне помог докапываться до моей головы, что происходит, конечно, это было бы безболезненно. И это здорово, что сейчас сколько спикеров есть, которые могут поделиться своим опытом. И чей-то опыт обязательно будет похож на твой, потому что мы плюс-минус, мы все одинаковые. Даже уже хотя бы смотришь на кого-то и понимаешь, что это нормально, когда у тебя вот какие-то остановка дыхания, там смотришь, ты не дышишь в сердце, там не бьется, что происходит. А когда ты уже смотришь, да, на чужой опыт, и что это нормально, и это не только у тебя такое происходит, ты уже как бы выдыхаешь и дальше идешь. А когда у тебя бы эти знания уже были, да, когда ты в это все только, то уже бы было гораздо бы проще, легче. Даже когда ты с этим встречаешься, ты бы уже знал, да, что такое есть, и это нормально. Вот. А не пугал меня тоже волосы дыбом от страха. Да. Я бы хотела тут на вопрос ответить, там был вопрос какой-то, но уже он уж туда ушел, про седые волосы, потому что я рассказывала, что у меня были седые волосы, прям, ну, очень седые, и пигментация волос такая была, ну, совсем уже такие они были, не без блеска, а без всего. И меня только спасало то, что я кудрявая. Поэтому не так было некрасиво, так скажем. Вот. И вот на неедении, да, действительно волосы какое-то время они прям выпадали пучками, и, наверное, месяца через два, через три вот пошло вот какое-то такое, оно как не обновление, а я на солнце очень сильно выгораю, то есть у меня волосы выгорают практически, ну, вот они вот светлые, это не крашеные, это просто выгоревшие. Вот. И когда они растут, они уже растут с пигментом. Это происходит месяца через два, через три, да, действительно они восстанавливаются, и сегодня у меня еще есть седые волосы, но их очень мало, потому что до этого у меня была практически вся голова седая, а которые были не седые, те были с таким тусклым серым-серым пигментом. Вот это было. Так, еще вопрос, все просто. Спорт, да, когда голова седает, что все, ты на всю жизнь седой, и это никак не исправить, что только будет больше и больше. Это круто вообще, на самом деле. Да. Просто тарит всех кислота, снижаться начинает на полном отказе через 15 и более дней. Девочки, супер. Спасибо большое. Еда, наркотик. Наркоманов бывших не бывает. Отличите мозги. Да, вы правы, что еда – это наркотик, и наркоманов бывших не бывает, но я же про это и говорю, что мы не отказываемся от еды, мы становимся на путь независимости, чтобы мы не зависели от еды. То есть захотели – поели, не захотели – не поели. Вот на сегодняшний момент у меня есть эмоции более яркие, чем я получаю от еды. Поэтому я еду не хочу. Я не говорю, что я ее не могу поесть. Я ее не хочу есть. И, возможно, я ее не захочу есть уже 10 лет, 20 лет, 30 лет. Не знаю, как оно пойдет. Это то же самое, что вы же начинали ползать, а потом пошли. И сейчас вам интереснее ходить и бегать. Ползать вам неинтересно. Но если нужно будет, ну там, например, я не знаю, там помада закатилась под зеркальце, да? Вы встали на коленки и поползали для чего-то, чтобы что-то получить. Вы же это можете сделать, но вы просто не хотите ползать, вам удобнее ходить. И здесь также я не забываю, что есть такая еда, но мне не хочется ее есть. Это про свободу, это не про из одних ограничений в другие, из ограничений, что нужно есть, иначе не вырастешь, иначе не будешь сильным, в другие ограничения, что нужно не есть обязательно, иначе там что-то с тобой будет. Нет, я могу поесть, но я не хочу. Я все больше и больше узнаю тех эмоций, которые не связаны с едой, они более яркие. Только лишь и всего. У меня плохо крутится. Света, сколько у тебя марафон идет депривации сна? Он же у тебя скоро, да? 15-го, по-моему, начинается. Я смотрела. Депривация начинается 18-го числа. Идет он 4 дня. Там с практиками, но он получается 4 дня, и там 6 эфиров у нас будет. Потому что он идет и с практиками, и с не спанием обязательно. И на чистых, без еды и воды, да, все заходят? Да, они как бы убирают в первый день, и в практику, но редко кто заходит на еде. Бывают такие люди, что они срываются, как бы все мы люди. Если попил, то есть что ты пушал или попил, они как бы дальше идут, или все уже нет? Нет, они дальше идут, они дальше идут, они получают информацию, потому что у них же видеозапись остается, они получают информацию и пробуют в следующий раз. Единственное, что практик, практики мы не записываем, их невозможно по записи сделать. Их можно сделать только по чувствованию. Вот. Поэтому как бы эфиры у них остаются, да, но после первого эфира никто пить не хочет. Я рассказываю, что такое вода, откуда она берется, как она структурируется у нас в организме. И, как правило, больше после этого люди не пьют. Класс. Им это не нужно. Скажи вопрос про... То есть не все же у тебя, кто приходит на марафон, сыроеды, фруктоеды, то есть из традиционного питания могут люди заходить? Конечно, конечно. Обязательно. Мясоедов очень много. Что-то мясо, рыбу, они могут зайти, да? Конечно, конечно. Мясоедов очень много. Мы же там... Я же в первую очередь психолог и психоаналитик. Но я сейчас смотрю с позиции автонома это все, это немножечко глубже. И вот эти все вопросы, которые есть в человеке, я их могу поднять изнутри самого человека. И вот это важно для каждого. То есть ему важно проработать себя. И когда он себя прорабатывает, он уже... У него многие моменты сложные на его жизненном пути, они просто отваливаются. отваливаются за ненадобности, он уже не получает в каком-то негативе какие-то плюшки. Он может их конвертировать, трансформировать в иное состояние, в иное чувствование. Ну и, конечно, если кто-то хочет облегчить питание, выйти на облегченное питание, то там все равно есть знание, почему у нас это, что с нами происходит. И... Ну... У меня просто некоторые ребята ходят на два, на три, на пять марафонов подряд. То есть им сложно идти самостоятельно, нет поддержки. А здесь все равно групповая поддержка, хоть и информация плюс-минус одинаковая, но я работаю не по записям, у меня все равно идет потоковая информация. У меня каждый марафон разный. Вот последний марафон у нас был, он вчера закончился. Сегодня, кстати, новый марафон у нас запускается, возможности у меня. Так получилось, что у нас последний марафон такой получился с девочками, как марафон-болталка. Но такие они тоже необходимы. То есть мы столько вытянули изнутри себя за счет просто вот не то, что вот, девочки, надо по конспекту делать вот это. У нас он такой девичник, девичник получился. Почему-то в этот раз ни одного мальчика не было. Вот. И мы такие вопросы проработали, мы проработали женские дни. То есть у меня девочка на марафоне, ей поставили бесплодие и климакс более десяти лет назад. И мы с ней вот на этом марафоне, то есть это настолько вот ее шаблонами залепили просто, вот как, знаешь, как на этом, как на импортных фруктах наклейки. Вот ее понаклеили, понаклеили, понаклеили ей на разных-разных марафонах. А я вижу, что она абсолютно здорова, то есть в ней нет, у нее только голова, как бы только из головы вытащить. И у нее на шестом, на пятом, на пятом дне марафона у нее пошли месячные. Вот. Все, женское начало открылось. Только открылась голова, открылось женское начало. Нет у нас никаких шаблонов, у нас нет. Там только без еды, да, получается? А? Без еды там работа с головой, да, они работают? С головой, да. Она была четыре дня на сухих, а четвертый неполный, да. Вот. И мы как раз работали вот именно с головой, вот в этом пространстве. И все, и когда, ну, климакс десять лет назад поставили человеку, а это нет такого, что у нас организм стареет, есть такое, что у нас голова дурнеет. Угу. Поэтому все, все, ребят, прорабатывается. Никогда не теряйте надежду в себя, никогда не теряйте веры в себя. Вас хоть кто может потерять веру, только не вы. А то, что вот смотри, говорят, да, на чистые, ты зайдешь со всей еды, я там вчера пельмени, булки какие-то ел, и вот как от воды отказаться, это же все надо вымывать, ну вот, как это говорится, да, что вначале нужно это все почистить водой там или кто там травы пьет, кто еще что-то, а потом уже вот как-то. Или это тоже все в голове, да, все у нас. Ну, конечно же, в этом случае нужно желательно помочь своему организму. Мы как бы не до беспамятства должны вот в это вот углубляться во все, чтобы с ума сходить по чисткам либо по не чисткам. Обязательно слушать органы. То есть я не против чисток, я не в том, чтобы я противник чисток. Просто мне они не понадобились, мне от них было тяжелее. А если кто-то чувствует, что ему нужны эти чистки, самое главное, чтобы делать их с головой, чтобы не чиститься ради чисток. Не чистится только потому, что у тебя в голове сидит какая-то грязь. А чистится только лишь потому, что ты чувствуешь, что после очищения у тебя вот этот орган, эта сторона твоего тела заработала иным образом, более легким. Тогда да, тогда конечно стоит почиститься. А чистится потому, что говорят все, ну это глупо. Либо чистится потому, что вот я знаю девочку, она чистилась, 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 и мы потом с ней выяснили, почему она чистилась. Потому что в детстве ей бабушка все время говорила, вот она приходила с магазина, ей бабушка все время говорит, бегом мыть руки грязные, грязные деньги хватало. И она говорит, и потом когда мы с ней уже вот это вытащили, поняли, что грязные деньги, она говорит, а я же каждый день с деньгами. Я же как бы взрослый человек, где-то заправиться, где-то в магазин сходить. И вот это настолько на подкорочке заело, что ей хотелось каждый день чиститься. И вот это вот вылезло, вот эта чистота не в просто помыть руки, а уже в клизмы. Угу. И у нас, ну блин, у нас практически все в голове. У нас голова управляет нами. Ну да. И если мы будем разбирать очень деликатно. Это облегчить, помочь можно, но организм действительно настолько умный, что он сам запускает все эти процессы выведения, очищения, регенерации. Вот, конечно, вот, может это быть более, ну тут опять же индивидуально, более тяжелее какие-то, да, вот эти вот ацидозные состояния проходить. Так, вот тут задал вопрос, я так, Сергей Скалыга. «Девочки, путь в автономию стимулирует сильная мотивация. Романтикам дорога закрыта. Светочка, может из романтика родиться автоном? Ценю вашу устремленность, терпение, иду по этому же пути». Конечно, вы что, там такая романтика просыпается. Это вам стоит только зацепиться за это, а если вы в депривации увидите, не знаю, приходите на курс депривации, он четыре дня идет всего, но он такой, как бы раскрываются там такие моменты, и когда вы будете без еды именно в депривации, то та романтика, которая у вас сейчас есть, вы поймете, что это просто цветочки, ягодки-то будут потом. Это такое чувство, это такое… Вы как в фильме «Аватар» побываете. Это совсем все по-иному. Конечно, романтики только-только туда. Вдохновляйтесь, спасибо. Оп, переключается мой. Очень познавательный эфир. Ланочка, Ланочка, я тоже хочу, чтобы ты уже никуда не отходила от меня. Может быть… Да, Маш, вот, кстати, сейчас же… То, наверное, со следующей недели уже будем так активно искать где-нибудь в Краснодарском крае, если у кого-то есть гостиница, либо какой-то большой дом, кто может принять, хотим сделать ретрит. Вот. И было бы здорово с Екатеринбургом. Девчонки же приезжают, с удовольствием приедут с семьями, с детьми на этот ретрит. Вот. Будет здорово, что если, может быть, ты приедешь. А? Да. Вот под Сочи, в Ордене, не подходит? Там очень… Ну, вот сейчас Настя, да, Настя с ним созванивается, это как раз где ты была, говорит, в классное место. Да. Угу. Да, там… Вот. И мы будем смотреть, нам же, видишь, нужно, чтобы ценник подходил максимально всем. Сейчас у них… Потому что все с разными финансовыми возможностями. Цена у них прямо сейчас вообще очень низкая, очень доступная. Я не знаю, сколько там сейчас посуточно, в месяц там сейчас 25 тысяч. Я ездила вот 30, было сейчас уже 25, так как уже не сезон. Но у них там красная погода. И красная у нас, да. Да. И летом. Вот. 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 Ну, единственно, изначально думали, что это будут каникулы зимние, чтобы можно было с детьми. А сейчас, наверное, все-таки, если это не просто чей-то дом будет, а именно если это будет какая-то гостиница, где нам нужно будет за денежки, то, наверное, это будет либо до каникулы, либо после каникулы. Потому что на каникулы цены взлетят, и, наверное, для многих это будет тяжеловато. Да. Хотелось бы, чтобы это все в легкости проходило. Угу. И чем больше будет спикеров туда приедет, тем будет лучше, чтобы мы каждый получили опыт, каждого чтобы попробовали, побыли в этом поле. Это же такой кайф. Угу. Круто. Это на когда-то планируется примерно? Это будет либо декабрь, я так полагаю, либо январь. Угу. Круто. Я просто туда собираюсь. Ну вот у меня есть просто нерешенные вопросы здесь, а так-то. Я даже чемодан там оставила. Может, мы там месяц жить. О, ночью вернешься. Да? Да. Да. Я полный чемодан. Вот Ланочка. По-любому. Нету, да. Да, Ланочка пишет. Расскажи, как Нелла чистилась дома по врачению эвкалиптом на марафоне. Поняла, что это бессмысленно и не приводит к результату. Да, туда. Сейчас. Алло. У меня еще минут пять, и я тебе перезвоню. Нейфер. Давай. Да, можно чиститься. Можно все делать, ребята. Если это без головы, то вас не приведет это к результату. Но вы есть вся Вселенная. Самое главное – это всегда помнить и идти к этому. Идти к самому себе – это круто, это классно, это завораживает. Никакая еда, никакая жидкость с этими эмоциями никогда не сравнится. Когда вы переступите эту черту, переступите вот эту турбулентность, когда трясет и выбрасывает постоянно назад. Когда вы зайдете в новую комнату, в новый мир, тогда вам уже настолько будет бесцветная эта еда и безвкусная. И вы поймете, что это абсолютно не те эмоции. Это такие сухие, такие никакие эмоции, что обратно она вас уже затягивать не будет. Вы можете поесть, это не ограничение. Если хотите – можете. Но вот этого вот хотите – уже оно отвалится. Да. Поэтому это самое такое важное, когда ты без каких-то строгих рамок и ограничений, когда ты прям… Где-то надо включать. Есть такие моменты, где немножко надо где-то с собой поговорить, еще что-то там понять, для чего ты шел, для чего ты здесь. Но в основном, конечно, прям жестко себя держать все там один, два, три, четыре дня, если тебя прям вообще там ломает, это уже не стоит. Потому что это… Прям вот эти ограничения, они ни к чему хорошему не приведут. Конечно, тут главное, чтобы была свобода. Тут уже классно, когда ты просто живешь в кайф, захотел – поел, захотел – не поел, захотел – поспал, захотел – не поспал. Две, три, четыре ночи не спишь, и у тебя нет вот этих программ в голове, что, блин, ты сейчас будешь вяло, плохо себя чувствовать, что тебе там надо сейчас выделить время днем поспать. То есть у тебя уже этого всего нет, ты от этого всего свободен. У нас время, наверное… Да, одна минута. Машенька, я тебя благодарю за эфир, очень приятно всегда с тобой. Хочется еще раз увидеться в Екатеринбурге, очень мало повидались, так скомканно получилось, потому что время у всех было ограничено. Всем, ребята, спасибо тоже, что были здесь, что задавали вопросы, было с вами очень приятно. Спасибо. Все тут благодарят. Угу. Эмоции зашкаливают, эмоции. Спасибо всем большое, что присутствовали на эфире. 42 человека сейчас сидит. Всем спасибо. Кто-то нас в записи посмотрит. Я тогда отключаюсь. Давайте. Угу.